Программу представляет Дом эстетики и медицины «Формула». Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела. Запись на бесплатную диагностику 211 50 30. В эфире «Бьюти Тайм» всем здравствуйте. В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Потребность женщины постоянно меняться поддерживается индустрией красоты, для которых на сегодняшний день, пожалуй, нет ничего невозможного. Так, например, изменить прическу можно не только с длинной на короткую, но и наоборот. Методики наращивания волос существуют уже давно и постоянно совершенствуются. Создатели этой технологии предложили инновационное решение для тех, кто мечтает о длине и объеме. Ну, во-первых, это наращивание то, которое дает возможность это быстро реализовать, быстро изменить образ в течение буквально часа, полутора часов, изменить полностью человека, добавить какие-то пряди, добавить какие-то цвета, добавить объем, добавить длину. То есть, ну, полностью принять человека. Во-вторых, это безопасность. Да, то есть, первое, это скорость, второе, безопасно. Безопасно в том отношении, что ни в коем случае никак не вредит своим глазам, ни в коем случае никак не приносит никакого дискомфорта самому человеку. Холодное ультразвуковое наращивание Great Lates отличается от известных индустрии способов тем, что прикрепление прядей происходит без теплового воздействия. Это аппарат, который дает возможности наращивать волосы холодным ультразвуковым вакуумным способом. То есть, под воздействием ультразвука без термообработки и при помощи вакуума, что это возможности нам нарастить одновременно пугать прядей. Еще одна особенность Great Lates – богатая палитра оттенков, благодаря которой сразу же можно получить желаемый цвет. К тому же, производители предусмотрели возможность создавать любые формы стрижек за счет структуры и дополнительной длины прядей. Эта методика также позволяет создать объем, необходимый для стильной стрижки. Это работа с височными зонами, когда у клиента не хватает на висках объема, не хватает на висках длины. Да, много девочек приходит, которые смотрят на ту же Викторию Бэксом, на ту же Риану и говорят, «Мне вот такую бассинетрую, мне вот такую густую бычелку, мне вот коры с удлинением к лицу, мне вот такую густоту». Пожалуйста, полчаса работы и эти височные зоны у нас сделаны, мы реализовали мечту. Придургая девочка говорит, «Я хочу розовую прядь сделать или зеленую какую-нибудь». Ну, неважно, да. Вместо того, чтобы ее перекрашивать, вытравлять эти волосы, губить волосы, которые потом уже будет закрашивать, отрезать, мы так же берем волосы, так же наращиваем. Водит, надоело, сняли. Водит, надоело, сняли. И все они работают в имидж-студии Елены Ивановой. Кстати, и аппарат для быстрого наращивания мультисоник, единственный в регионе, находится здесь же. Вы смотрите Beauty Time. Далее в выпуске «Мода как бизнес». Это истории людей, которые решили посвятить себя фэшн-индустрии и добились в этом огромных успехов. Эффектная и обаятельная. Мудрая, доброжелательная, целеустремленная. Героиня этого выпуска проекта «Красота как бизнес» Яна Гершман ведет активный образ жизни, много путешествует и постоянно обновляет запас своих знаний. Любовь к иностранным языкам возникла еще в детстве. На сегодняшний день Яна говорит на английском, знает иврит и немного арабский. Успешный бизнес Яны Гершман посвящен реальной женщине. Клиентки центра «Формула» получают возможность почувствовать себя легкими и счастливыми вне зависимости от возраста и жизненной ситуации. Спасибо моей маме, потому что она была для меня примером. Она была всегда красивая, всегда следила за собой. И я не могла никак быть хуже. Наверное, так. Когда-то в детстве я занималась гимнастикой и знаю, что со своим телом, если ты только захочешь, можешь сделать все, что угодно. Я сама преображалась, видела преображение других. Потом меня жизнь связала с фитнесом. Я очень долго была инструктором. В школе мне, конечно, тяжело было учиться, потому что я очень творческая натура. И сидеть за партой, и решать математику мне было сложно. Мне очень легко даются языки, наверное. И с детства тоже изучала английский, да, потом полетела в Израиль, начала учить иврит. Там же пригодился, да, и арабский. Не стоило это больших трудов. Мне всегда была интересна психология. Почему человек поступает так? Почему, да, женщина себя не любит, например? И начала, да, читать, читать, смотреть. И я очень много путешествовала. И очень интересно общаться с людьми, узнавать что-то новое. Потому что если мы стоим на одном месте, да, то мы деградируем. Легко открыть салон вип-уровне. Это там все какие-то твои знакомые. Всегда будут те женщины, которые будут ходить, которые будут ходить за своим косметологом, за собой ухаживать. А вдохновить женщин, которые потеряли, да, какую-то надежду, это совсем по-другому. И для этого мы проводим какие-то психологические тренинги. И я сама была поражена, насколько у нас есть трагические, да, какие-то у женщин ситуации. И как они в этих ситуациях живут и верят в лучшее. И ничего, мне не кажется, в жизни не бывает просто так, да. Я верю в какую-то мистику, в судьбу. И если ты чего-то хочешь, и тебе нужна помощь, она к тебе придет. Мне очень сложно сказать, где я живу. Потому что я столько передвигаюсь, столько летаю. И я иногда просыпаюсь и не понимаю, где я. В Челябинск. Я здесь родилась. И здесь уже все построено. Хотя, да, мы развиваем и другие города, и другие страны. Поэтому я очень много где нахожусь. И в Челябинске есть много что привезти. Наверное, у меня призывание такое женщинам помогать и вдохновлять. Очень хочется, чтобы они смотрели и видели, что это все возможно. Да, и в Челябинске возможно. И неважно, где я. В Москве, в Лондоне, или в Америке, да, или в Израиле в том же нахожусь. Так как это происходит, это происходит везде. Ценю в людях желание. Желание расти, желание чего-то достичь. И любовь. Да, любовь к миру, любовь к людям, любовь ко всему вокруг. Работа с людьми нужна только тем людям, которые это любят. И сразу видно, когда это делают через силу. Вот таких людей я вокруг себя не держу. Да, обязательно должны люди излучать вот эту энергию добра, энергию любви, гармонии, общения. И даже если что-то у нее, наверное, не получается, то всего остального можно добиться. Но если ты внутри этого не хочешь, это делаешь через силу, ничего не получится. Тем более у женщины. Инвестировать всегда, особенно женщине, нужно в первую очередь в свою внешность, в знания. И тогда она не пропадет. Мужчина, да, он может себя настроить, нужно, да, это цель какая-то у него. И мужчина может сделать все. Женщина, если она не хочет, это бесполезно. Поэтому в первую очередь женщине нужно искать свое место. Там, где ее душа раскрывается. Там, где она чувствует гармонию с собой, с миром. Средняя общеобразовательная школа «Пеликан» объявляет набор учащихся с 1 по 11 класс. За 18 лет работы мы собрали коллектив опытных и преданных своей профессии учителей. Подробнее о школе на сайте pelikan74.com. Запись на экскурсии по телефону 264-6109-214-5999. 26-27 августа. Место силы – озеро Тургаяк. Впервые в России. Фестиваль органичного образа жизни «Органик Нейшн». 24 хедлайнера. Специальные гости из Индии, Мексики, Китая, Белоруссии и Москвы. Масштабный йога-опен-эйр. Мастер-классы по пилатесу, цигун и разным направлениям йоги. Для детей – анимация, игры и квесты. Для мужчин – соревнования, экстремальная активность и водные виды спорта. Также в программе интерактивный лекторий, эко-маркет и захватывающее вечернее шоу. Проведи последний уикенд лета на свежем воздухе в экологически чистом месте всей семьей. Билеты на organicnation.ru Летний гардероб в наших климатических условиях весьма разнообразен. Пригодится в этот период может и футболка с шортами, и резиновые сапоги с дождевиком, но и какой-то промежуточный вариант вроде платья с кардиганом. Несколько модных идей, соответствующих требованию здесь и сейчас, в продолжении выпуска. В летний период времени о платьях можно говорить бесконечно. Даже наступающая осень не лишает возможности носить любимые модели. Тем более, что представлены они сегодня во всем многообразии. Идея с перспективой на осень платья асилуэта цвета фуксия в холодное время можно носить в качестве туники с леггинсами или узкими джинсами, а также сочетать с аксессуарами любых цветов наступающего сезона. Модель из шифона с крупным цветочным принтом всегда можно дополнить кардиганом крупной вязки. В сочетании с тяжелыми ботинками или сапогами это платье также может пойти в осень. Платье-рубашка, хит-продаж и фаворит миллионов по-прежнему актуально как само по себе, так и в составе более сложных комплектов. Две идеи в деловом контексте. Черное платье с воротничком и манжетами, которые, кстати, легким движением руки можно отстегнуть, а также платье в мелкий горошек лаконичного силуэта. Ну а для тех, кто готовится к сезону заранее, деликатное и вместе с тем многофункциональное платье из полированной шерсти с шифоном. В том и прелесть современной моды, что силуэтов цветов и стилей предлагается довольно много, а значит можно подобрать любимую модель к самым разным поводам и ситуациям. Фестиваль электронной музыки «Механика» и в этом году был заявлен как масштабное и очень значимое событие клубной жизни. А какие впечатления остались у съемочной группы программы «Бьюти Тайм», которая побывала на фестивале в Екатеринбурге, смотрите далее. Механика «Механика» в такой 10 лет и люди, есть такие люди, которые приезжают на этот фестиваль ровно 10 лет. Они преданы, они приезжают из года в год и наслаждаются нашим продуктом, нашим фестивалем, нашим праздником. Я посещаю его каждый год, два раза в год. Здесь очень супер, атмосфера классная, люди добрые, все весело. Каждая из семи площадок представила свое направление современной музыки. Гостям давали «Клабхаус», «Драмон Бэйс», «Брейкс Андеграунд», «Транс», «Хардкор» и «Техно». Здесь была очень хорошая звуковая система, мощный звук, сумасшедшая энергетика, очень крутая атмосфера. Мне понравилось здесь играть. Я люблю выступать в России. Мне понравилась еда, люди, атмосфера. И я действительно хотел бы сюда вернуться в следующем году. Каждый год, год от года, все больше людей. И они танцуют все лучше и лучше. И такие фестивали нужны для того, чтобы просто оторваться, чтобы просто отдохнуть. Фестиваль с десятилетней историей с каждым годом становится все более масштабным. Увеличивается число хедлайнеров, повышается градус креативности. Люди находят на этом фестивале свою любимую точку отрыва. И мы стараемся делать этот фестиваль мультиформатом, чтобы люди приходили на него и отрывались именно под самые любимые их музыкальные стили. Что же нового? В этот раз мы сделали клевые браслеты, которые меняются в такт музыки, которые мы управляем цветом и создаем настроение всему танцволу, у кого есть такие браслеты. Сеты диджеев под лазерные 3D-шоу-инсталляции сделали фестиваль главным клубным событием, ну если не России, то Уральского региона точно. Впечатлений должно хватить до мая 2018-го. Именно на это время запланировали новую механику. Мы не можем продлить лето еще на 3 месяца. Но зато мы дарим в 3! В 3 раза больше бонусов! На карту при покупке билетов в кинотеатре Киномакс. Мы делаем лето лучше. Подробности на сайте kinomax.ru Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Соне Кривой 30. Мода как увлечение, источник дохода и образ жизни. О личном и профессиональном, типичном и нестандартном. Об истории развития, прогнозах и перспективах моды в Челябинске рассказывают те, кто ее создает. Это невозможно не любить, если ты здесь работаешь. И невозможно работать, если ты не любишь. Если бы мы просто выкстригли и красили волосы, не думаю, что парикмахеры были бы так успешны. Я, когда своих клиентов не вижу в своих вещах, меня очень это беспокоит. Думаю, неужели эта вещь не любила? Неужели она ей не подошла? Проект команды Beauty Time. Мода как бизнес. Смотрите на 31 канале. Это Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment завершают наш выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова